Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы дошли в нашем пути до 32 ступеньки сферы Нецех в сфере От. Эти две сферы пара. Почему? Нецех это желание достичь успеха, а ход это умение признавать поражение. Они подобны двум чашам весов, которые действуют в абсолютном согласовании. Нужно не только уметь выигрывать, но и уметь проигрывать. Тем более, когда этот проигрыш настоящий выигрыш. Когда это бывает, это когда мы проигрываем Богу. Наши отношения с небом, мы должны уметь им проигрывать. Причина в том, что наши желания иногда являются не совсем верными. Нам кажется, что нам чего-то хочется, что нам это нужно, но небо лучше знает, что нужно нам. И поэтому, когда наши желания идут вразрез с желаниями Всевышним, лучше проиграть. И вот, когда мы готовы проиграть Богу, это означает, что мы соглашаемся, чтобы все было идеально приведено в соответствии с Его волей. И вот это Нецех хода. Пошли дальше. В этой недельной главе рассказывается о Годе Шмиты. Это уникальная вещь. Вот представьте себе, человек занимается сельским хозяйством, это единственный источник его дохода. Ему говорят, не засевать, ни год, ни два, то есть ты должен сначала поверить в то, что тебе Бог пошлет пищу и без засева. Как такое может быть? Но такое есть, было и будет. Это огромная, огромная сила веры. Я расскажу короткую историю о том, как это происходит иногда, для тех, кто верит. Сказано, когда придете в страну и будет земля покоиться. В 1980 году Раф Гроссман, ныне главный район в городе Эляд, на одном из уроков преподавал уроки Шмиты. И стал один еврей по имени Апи и говорит, Рэбе, если вы мне гарантируете, что сбудется, и что моя семья не умрет, и все, я буду соблюдать Шмиту. Жизнь в Иорданской долине зависела только от сельского хозяйства. Раф ничего не ответил сразу, он сказал, я посоветуюсь, поехал в Иерусалим, поговорил сразу вам и Иляшеву. Он сказал следующее, ничего нельзя гарантировать. Некоторые полагают, что данное торое обещание относится в общем ко всему народу, а не к отдельным людям. Но вы можете пообещать ему, что он получит помощь от Всевышнего. Вернувшись, Раф Гроссман сказал, что могу обещать, что будет помощь от Всевышнего. Такой ответ удовлетворил Апи, он сказал, что все, договорились, он переживал большие трудности. Очень тяжелый год был, прошел год Шмиты, и поскольку Апи справился со своим испытанием, настало время готовить поля. Проблема состояла в том, что семена выдавались всегда администрацией, платили за них после посева в конце года. Но теперь время посева закончилось, раздача семян закончилась, Апи хотел засеять поля, пошел, ему говорят, ничего нету. Ну, друг один в администрации ему говорит, слушай, есть старые какие-то от сельдерея семена, вместо того, чтобы их выбрасывать, давай я дам тебе. А Апи ответил, давай, Всевышний обещал, я посею. Посеял сельдерей, вырос огромного размера сельдерей, больше втрое, все смеялись над ним, целые поля у него покрыты сельдереем. Такое количество сельдерея было неслыхано. И вот однажды раздается звонок у Рава Гроссмана. Это был Апи, который попросил срочно приехать. Он приехал к нему, и он говорит, слушай, вот тот приятель, что дал мне семена, позвонил сегодня, сказал Апи, куда ты делал семена? Он говорит, что я с ними сделал? Он говорит, я ем сельдерей, дышу сельдереем, сплю на сельдерее, меня называют сельдерейщиком. Отлично, сказал его друг. Слушай, что произошло. В Европе пришли, резко ударили холода, две недели. Кругом все замерзло, люди не выходят из дома, все хотят горячий суп. Огромный спрос на сельдерей, потому что без сельдерея супа не сделаешь. Ищут по всему миру, сельдерея почти нет. Задействуй рабочих сколько сможешь, я организую транспортировку по всей Европе. И Рав Гроссман рассказал, я приехал и увидел картину. Сотни людей из деревень Орданской долины днем и ночью работают в поле, собирая листья сельдерея. Целый эшелон грузовиков ждал, чтобы отправиться в аэропорт оттуда по всей Европе. Апи заработал большие деньги. Вы знаете, это признак колоссальной веры. Хорошо верить языком, пошел, сказал верю и пошел себе дальше. Вот шмита это признак огромной веры. И нам просто вот рассказали в этой истории о человеке, который вот простотой сердца, силой веры. Увидел сам чудо на земле. Может быть, каждому это не в такой явной форме, для некоторых это более, так сказать, размыто, но это есть всегда. Доверие к Богу основа того, с чем мы идем по жизни. Доверие к Богу всегда и во всем, это и есть непрестанная молитва. То, что требуется от человека. Брахавы от слоха. Давайте верить ему, небо обязательно нам поможет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!